всем привет на канале готовим вкусно с вами снова я павел продолжаем серию про кулинарию с курицей блюдо из курицы и сейчас вам покажу еще один рецепт который фактически нереально испортить он очень простой но при этом итоговый вкус который вы получите удивит и ваших гостей и удивит вас испортить его также практически нереально то есть его можно просто пережарить все ну и поехали минимум ингредиентов максимум вкуса наш девиз на сегодня погнали для этого рецепта нам понадобится я вам могу рассказать на разный объем допустим возьмем что у нас будет килограмма полтора два вот таких вот прикольных куриных бедрышек значит что мы делаем свежие куриные бедрышки пока их в сторону подготавливаем маринад для этого нам понадобится 350 миллилитров светлого или можно темного пива вкус немножко будет меняться я люблю со светлым пивом наливаем 350 миллилитров светлого пива добавляем 50 миллилитров соевого соуса нам понадобится вот такая обычная приправа которая называется хмели-сунели две чайные ложки две чайных ложки обычной сладкой красной паприки одну чайную ложку сахара одну чайную ложку соли ну и соответственно по вкусу можем добавить черный перец молотый я возьму возьму примерно ну где-то пол чайных ложки черного перца взбиваем все венчиком и отправляем бедрышки в маринад вот так чтобы она покрывала если у вас ситуация такая же как и у меня что емкость посуды не позволяет ее форма там полноценно курица не купаться но при этом с небольшим нажимом все-таки можем добиться того чтобы маринад покрывал мясо берем вы какой-нибудь гнет в данном случае возьму просто обычную тарелочку вот так все этого будет достаточно заматываем это все пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 12 часов достаем ноги из маринада распаковываем такой интересный аромат у нас появился не могу сказать даже на что он похожий но пахнет вкусно ножки как видим отличненько промариновались выкладываем вот так вот стряхиваем излишки маринада на какую-нибудь тарелочку вот как раз такой интересный приятный запах вам это нам уже не надо мы это выливаем и убираем теперь облагородим вкус и придадим праздничный аромат для этого возьмем один небольшой лимон и буквально слегка натрем цедру слегка промассируем внешнюю часть много не нужно так лишь слегка слегка и аналогично поступаем для внутренней части в отрем цедру в наши ножки готова теперь этап номер два включаем духовку нагрев снизу сверху или как у вас получается температура выставляем 200 градусов время 35 минут где-то вот так но я возьму еще буквально 2-3 минутки с запасом что духовка должна будет прогреться как правило в каждой духовке есть вот такая решетка на эту решетку выкладываем кожицы и вверх наши аппетитные ножки праздничные и такие ароматные наверно вкусные вкусные получится у вас когда вы попробуете это блюдо приготовить вот так в каждой духовке есть вот такой вот противень в него нужно налить ну где-то не знает там пол литра литр воды у как получается в зависимости от вида духовки нужно 5-10 минут чтобы разогреться закрываем и ждем и так духовка разогрелаясь 35 минут водичка тоже уже прогрелась отправляем прямо вот так над противнем ждем чарли как ты думаешь будет вкусно и вот буквально спустя 30 минут мы получили такие обалденно красивые аппетитные очень ароматные куриные ножки самое время попробовать что у нас получилось возьмем вот эту пускай верхнюю смотрите с этой стороны такое мясо серое не пересушенная сочная а тут такая обалденная корочка ну давайте по традиции напополам посмотрите внутри мясо белое и сочное никакой крови абсолютно ничего нету аромат аромат какой-то такой интересный изысканный я уже просто у меня полный рост людей самое время вот попробовать что-то кстати обратите внимание кожа достаточно толстая для любителей кожи этот рецепт я думаю просто будет бомба как понравится так кусочек 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 она прямо даже не знаю сочится соками ароматами кстати запаха пива совершенно не слышно а вот вкус у него такой я бы сказал варено копченой курицы ну я не знаю это тоже один из вариантов как можно приготовить курицу при этом вы видите это рецепт простейший то есть это первый уровень вы можете приготовить для своей жены там если вы ребенок и можете приготовить для своих родителей просто приготовить для своей семьи и все будут в восторге никакого алкоголя если вы боитесь здесь не осталось все испарилось алкоголь испаряется там максимум при 70 градусах а то и ниже это это шедеврально и так с вами был канал готовим вкусно меня зовут пашка подписывайтесь на канал ставьте лайки всем хороших праздников надеюсь этот рецепт вы себя добавите в избранное и будете его готовить жду ваших комментариев всех с праздниками м и м Субтитры подогнал «Симон»